Цветущие клумбы, красивые деревья, чистота, современная детская площадка. Ее установили два года назад. Двор на улице Ярошевского, 70. Очень уютный. А жители относятся к нему с особой заботой. Регулярно выходят на субботники, украшают газоны цветами. За активность, проявленную во время весенней уборки, получили подарок. Двор оснастят системой видеонаблюдения по программе «Безопасный город». В этом году видеокамеры установят в 27 дворах Самары. Сами жители говорят, подарок нужный. Нередко во двор приходят шумные компании и распивают алкоголь. Вот лавочки вырвали жильцы, потому что уже житья никакого не стало. А так, глядишь, будет видеонаблюдение, все-таки кого-то зафиксируют, кого-то накажут, правильно? Рублем. Теперь нарушителей общественного порядка найти будет проще. Записи с камер будут храниться на сервере управляющей компании. А при необходимости переданы полиции. Сертификат на установку системы наблюдения активистам вручил глава Самары Олег Фурсов во время объезда Октябрьского района. Таких неравнодушных к родному городу жителей всячески поддерживают. Дворы благоустраивают и по федеральной программе создания комфортной городской среды. Но и от самих горожан во многом зависит, как будет выглядеть город. Об этом шла речь на совещании с управляющими микрорайонами Октябрьского района Самары. Больше усилий должны проявлять и районные власти. Немало улиц в Октябрьском районе подверглись критике мэра. Нарекания вызвали нескошенная трава, ржавые столбы, ограждения, дорожные знаки, кривые заборы. Есть какая-то запущенность и неухоженность в районе, если убрать, как я сказал, те объекты, за которые отвечает область и город. Если вы проезжали и пятую просеку, и Шмидта, и советскую армию, там и свалки, и трава, и поросли из-под забора, и обросшие стволы деревьев, должна быть ваша активность. Районным властям и управляющим микрорайонами поручено проработать собственниками частных домов и коммерческих предприятий вопрос восстановления заборов. Кроме того, к ремонту фасадов будут привлекать владельцев магазинов и фирм, расположенных на первых этажах жилых зданий. Одной из основных тем стал ремонт дорог. В этом году в районе уже завершили комплексный ремонт трех улиц и капитальный ремонт еще одной. Продолжается ремонт дорог картами. Если говорить о ремонте автомобильных дорог картами свыше 100 погонных метров, а мы знаем, что для нас это одна из приоритетных задач, потому что люди указывают, что именно сегодня и сейчас они хотят иметь качество автомобильных дорог, у нас за счет средств областного бюджета будет отремонтировано 9 объектов. В Самаре появилась и новая практика. Бизнес начал оплачивать проектирование строительства дорог. Так, проект продолжения улицы Мичурина дореволюционной оплатила строительная компания. Приступить к строительству дороги планируют в следующем году. Глава города также сделал замечание по поводу внешнего вида контейнерных площадок и по общему облику района. Светов хоть и стало намного больше, чем в прошлом году, активнее к озеленению подключился бизнес, но этого недостаточно. Вы самостоятельный район, у вас свой бюджет. Этот бюджет будет только прирастать. У вас все органы власти есть. И законодательные, и исполнительные. Работайте, чего ждать-то? Участвовать в благоустройстве должны и общественники. Нередко это интересно студентам. И одна из задач управляющих микрорайонами – грамотно организовать этот процесс. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Марина Кравцова, Василий Колдашов.